Заслуженный любительский коллектив Театр танца «Алексис» широкой публике известен уже почти 20 лет. Сотни детей, воспитанных в любви к танцу, множество реализованных креативных проектов и безграничная любовь преданных поклонников. Книга творчества «Алексиса» каждый год пополняется десятками новых страниц. В 2018-м танцоры вернулись на сцену после небольшого перерыва и сразу же заявили о себе громкими победами. Этот год на самом деле, вот он как раз-то очень удачный в плане того, что он выстрелил, да, выстрелил и для взрослого театра, они вновь появились на сцене и довольно часто стали сейчас фигурировать где-то в концертных программах, в фестивальных программах, в конкурсах и так далее. Ну и соответственно, вы же сами понимаете, что дети, они растут и дети с каждым годом, их опыт увеличивается и работоспособность повышается, поэтому они также начали часто появляться на сцене. Стартовал творческий год с зарубежной гастроли. В гости к немецким друзьям мазыряне приезжают в рамках международной молодежной программы культурного обмена. У нас было очень много выступлений вот в Виттенберге, когда у нас вот начался весь наш сезон, начался вот конкретно с вот этого тура, где было достаточно много программ, которые прошли на ура. И как говорят организаторы наших мероприятий, там говорят, что с каждым годом наш уровень растет, но в этом году он был там просто идеальный, там на уровне такой full professional, да, то есть там очень профессионально. Ну и соответственно, все ведомственные мероприятия, которые проходят в городе, уже они с участием взрослого театра и появляются и наши дети. Благотворительные вечера и поздравления спортсменов-триумфаторов, выездные концерты и фестивали. Новый город на карте выступлений Алексиса Могилев, одни из самых юных танцоров с фестиваля Кубок Дружбы, вернулись сразу с несколькими дипломами, заняв все ступени пьедестала почета. Но главное, приобрели новых друзей и новый неоценимый опыт. Выезд, это, конечно, совсем другая атмосфера. Дети очень рады, что, во-первых, вдали от родителей, рядом с педагогом, то есть для них каждая минута общения со мной, это еще больше нас сближает, они больше меня понимают. И вот мы очень кайфуем, конечно, в таких поездках. Другое запоминающееся зимнее мероприятие – фестиваль «Танцевальный взрыв» в Гомеле. На сцене областного центра сошлись танцоры, уверенные в своем успехе. И Алексис, конечно, сумел проявить себя. Очень важно учить своих подопечных педагоги не просто выступить, а сделать это с любовью и полной самоотдачей. Мы их направляем, как-то ставим такие номера, которые им самим нравятся танцевать на сцене, и когда они выступают, они выступают с удовольствием. И, следовательно, тому и результат хороших призовых мест. Возможность проявить свои творческие таланты выпала и самим педагогам. Победу в номинации «Хореография театр танца» праздновал на региональном отборе отраслевого фестиваля «Новые имена Беларуси», который прошел в Речице. На фестивале «Новые имена Беларуси» нам очень понравилось работать со сценой. Почему? Потому что там очень хорошая, профессиональная, творческая сцена. Организация этого фестиваля была на уровне. Атмосфера очень творческая, доброжелательная. Все было круто, замечательно. Нам понравилось. Алексис продолжает уверенно двигаться головокружительным вершинам. В апреле мозорских поклонников ждет фестиваль-конкурс «Старты-2018». В мае традиционный отчетный концерт. И снова выезды и покорение разных сценических площадок. Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Репеснов, Телеканал Мозырь.